здравствуйте дорогие аквариумисты мои подписчики в этом видео покажу вот я наловил креветки букском лимане прямо в воде и и узкого лимана там что оставалось на них заморозил и положил морозилку чтобы кормить своих обитателей в аквариуме также эта креветка хорошо идет для рыбалки на бычка на следующий год нужно будет ловить рыбу на нее разная мелкая более-менее заливается теплой водой ни в коем случае кипятком не заливать ее потому что если залить кипятком она немножко под варится и будет плохо чистится вот район николаева я живу в городе николаева николаев это намыв вот примерно в этих местах я ловил креветку после того как эта креветка полежала немножко в теплой воде она разморозилась и она теперь легко чистится вы можете видеть просто надавливаете на креветку из меня выходит мясо так скажем панцирь остается не надо там расколупывать каждую креветку что очень затрудняет чистку если она уже сварена нажимаем и креветка выходит там нет типа досточки доски вместо ножа нашел я канцелярский нож взял просто лезвие и его использую кстати она и мало места занимает и потом все это дело нарезаем лезвием ножа канцелярского желательно стараться как можно мельче нарезать чтобы рыбам было проще есть креветку эти креветок очень любят рыбы не только люди любят креветок и и и После того как мы это все дело измельчили, можно приступать к кормлению рыб, креветки тоже едят, креветок так скажем, те что вот в аквариуме креветки это они уже измельченные, которые были заморожены, едят в себе подобных. Вот я бросил в аквариум, тут горчак плавает, рыбка очень прожорливая. Также девяти игла колюшка хорошо ест креветку. Ну и краб он тоже подползает, заинтересовала его креветка. Рыбы иглы конечно не могут ухватить эти куски креветки. Вообще с рыбами иглами проблемы в кормлении, сложно их содержать, бычки цуцики. Очень хорошо едят ее, даже замечал что они переедают, слишком много съедают и потом чуть ли не кишки вылазят у них. Животы наедают такие громадные. Кстати, бычки цуцики, когда я их поймал, были примерно одного цвета. Один дни может чуть-чуть светлее, другие темнее. Но со временем, живя в аквариуме, они стали ярче. Одни вообще светлые стали, другие темные. Вы можете заметить, темный бычок стали смотреться гораздо интереснее. Вот бычок подплывает с интересной окраской. Хвост практически черный, а сам такого песочно-коричневого цвета. Вот уже собралась большая часть бычков. Вот можно увидеть, что они все-таки отличаются цветом. Но прожорливость у всех одинаковая. Спасибо всем, что вы меня смотрите. Пишите комментарии, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал. Буду очень рад вам. Впереди много интересных экспериментов у меня запланировано. И с растениями. Дальше вы увидите. Всего хорошего. До новых встреч. Ваш Саша Сашевич. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова